Доброе утро! А все потому, что мы сегодня встречаем музыкального гостя из Израиля. Джей Севен у нас в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Мы рады вас приветствовать у нас в гостях в Приднестровье. Вы у нас впервые? Да, в первый раз в Приднестровье. Ну, первые впечатления уже сложились? Я вам скажу, да, впечатления сложились. Нам не понравилось то, что вот сейчас мы ехали сюда на эфир. Значит, дороги свободны, никто никуда не торопится. Все в таком режиме релакс. И мне это понравилось, потому что, когда приезжаешь в большие города, типа Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, там такой движ. Это просто на дорогах проехать невозможно. Все друг другу бибикают. Ну, а сюда приезжаешь просто релаксация. Просто еще очень рано, еще не все проснулись. А может быть и так. Но это соответствует вашей музыке? Скорее всего, да, очевидно, да. Да, то есть есть, я думаю, что мы вас поддерживаем в этом настроении. Приднестровье встречает меня в духе романтики и любви. Да, это точно. Я думаю, что всех нас интересует вопрос, почему J7? Почему J7? Так сложилось, по-русски меня зовут Женя. Значит, если английский... J, понятно, да? J, да. Имя начинается с буквы J, если английскими буквами написать. И сложилось так, что пришло, значит, всю жизнь я играл на барабанах. У меня два музыкальных образования, барабанщик и саксофонист. Просто барабаны было трудно сюда везти, а вот саксофонист. Барабаны я устал таскать за весь этот период. Значит, дело в том, что когда я стал строить карьеру как саксофонист, начал играть концерты, начал строить сольную карьеру, сложилось так, что... Вернее, не то, что сложилось, просто у каждого сольного артиста есть какой-то свой псевдоним, свой имидж. И пришло время мне придумать псевдоним, и я подумал, как лучше это сделать. Я взял за основу сокращенные вот эти вот имена в определенной ритмической форме, типа Майкл Джексон, Стиви Уандер, ну и так далее. Да, Джей Севен. То есть ритмическая форма совпала. Мне это понравилось. И откуда это родилось? То есть это родилось тоже не просто так. Вы пришли в магазин, увидели воду Джей Севен. Нет, это начиналось совсем не оттуда. Знаете, было так. Значит, я был на каком-то из корпоративов, и там человек писал свое имя. Я смотрю, ему пишет имя Джей. Я говорю, это тебя так зовут? Ребята с Америки приехали в Израиль, они любят это дело. То есть живут, они чувствуют себя евреями, живут в Америке, но приезжают в Израиль делать там бармитсвы, это когда мальчику исполняют с 13 лет. Там, ну, свадьбы они все делают в Иерусалиме, там и так далее. И в общем, один из таких ребят приехали в Израиль, и смотрю, там пишут имя просто Джей. Одна буква Джей. Я был удивлен, и когда... То есть я это запомнил, этот момент. Когда пришло время придумывать мне псевдоним, я подумал, слушай, а почему бы не использовать вот эту букву? Это оригинально, просто Джей. Да, звучно. Джей и все. Значит, сложилось так, что... Значит, по-русски повторюсь, меня зовут Женя, если английскими буквами написать мое имя, начнется оно с буквы Джей. Дальше. Почему именно с 7? 7, да. В чем, видимо, какое-то сакральное имеет для вас значение? Нет, то, чтобы сакрально так сложилось, без моей воли я родился в 75-м году, в 7-м роддоме, в 7-м месяце, воспитывался в 107-м детском саду, в 87-м году я стал заниматься музыкой, в 7-м месяце я женился, кстати, в субботу, у евреев в субботу свадьбу делать нельзя, мы сделали после заката солнца, значит, это считается у евреев уже следующий день, вот, и много-много что на 7. И я подумал, почему бы не попробовать Джей Севен? О! Бинго! Раз уж, да, раз уж сама судьба вас так получается на это подталкивала. Да, абсолютно верно. Ну, хочется еще спросить о вашем таком артистическом образе. У нас редко бывают гости в очках, да. Но я так понимаю, что это вот часть вашего имиджа. Это часть имиджа. Опять-таки, у каждого движения, у каждой вещи есть своя история. В моем случае, ну, так сложилось, мне от папы передалась генетика, я все время, ну, то есть я лысый, сегодня говорят, это брутально, это тихо, это круто и так далее. Это имидж тоже многие говорят, да. Имидж да, ну, вам действительно хорошо идет. Спасибо. Я бы тоже сейчас рассмотрю, я бы тоже так побрелся, но мне так не пойдет. Я думаю, на следующее интервью мы будем с вами блистать. Значит, получилось так, раньше я работал в кепке, а потом, ну, как-то это стало уже не камильфу, то есть, скажем так, я вырос, то есть, пока был моложе, можно было еще позволить себе работать в кепке, в таком American Style немножко. А потом я подумал, а почему бы и нет? Ну, слушай, работаю, тут как зовут этого артиста? Нагиев, этот самый... Гоша Куценко. Гоша Куценко, да, ну и так далее. Ребята работают в таком стиле и нормально. Я подумал, ну, что-то вот не хватает. Просто без кепки как-то, ну, наверное, я чувствовал себя некомфортно. Если бы хотелось еще аксессуара какого-то, да? Да, какого-то, что-то такое придумать. Я думаю, ну, очки, ну, круто, ну, поехали, что, попробуем. И тоже сложилось, да? И тоже сложилось. Ну, это нужно еще выбрать подходящие очки, потому что их очень много разных форм, и чтобы подходили именно под ваше лицо. То есть не так же пришли бы в магазин, о, вот эти. Вы знаете, вот именно так, да? Вот так пришел, о, это что такое, очки? А мне кажется, самый правильный выбор, вот когда просто увидел и понял, что это твое. Концерт, который нас ждет уже буквально завтра на главной сцене нашей страны, называется «Музыка любви». Любви. Какая музыка будет звучать? Какая она, эта музыка любви? Значит, я хочу подчеркнуть, я полагаю, что нас также слышат музыканты, и обычно, когда музыканты приходят на концертные площадки, именно на саксофонную музыку, они ожидают услышать джаз в стиле бип-боп, там, Чарли Паркера, Майкла Брекера, Дэйва Коза, там, ну и так далее. Ребят, я хочу вас заранее всех музыкантов разочаровать, я буду играть именно романтическую саксофонную музыку. Музыка любви. Это в стиле Джо Дассен, Стиви Уандер, Энио Мариконе, Джордж Замфир, «Одинокий пастух», кстати, я играю и на блок-флейте, на сцене будет звучать, забегая вперед, будет звучать саксофонная, гитара и флейта, я играю на трех инструментах, вот. Значит, музыка будет в стиле романтик, вот. Музыка любви, да. Музыка любви, да. Там, бабье лето, если бы не было тебя, тогда бы кто бы брал сейчас интервью. Хорошо, что я есть, наверное, да. Что ж, спасибо, я думаю, что преднестровский зритель в предвкушении, мы скажем, что уже аншлаг, то есть мы уже узнали, да, что завтра будет полный зал, все в ожидании. Хочется еще о вашем инструменте спросить. Спросить. Да, как? У него, может быть, тоже есть особенная своя история? Может быть, он сам расскажет саксофон. Вряд ли, но я думаю, наш гость теперь расскажет. Если бы он мог говорить, я думаю, что да, он бы рассказал. Но благодаря вам он и разговаривает. Да. Поет, может быть, да. Поет, говорит, да, ну, смотря какой стиль, какая музыка. Где-то говорили. У него есть своя история? Да, у этого инструмента есть своя история, он уникален тем, первое, это Марк VI, это, скажем так, один из топовых инструментов в мире саксофонистов. Звук этого инструмента считается один из правильных, скажем так, звучащих прям вот так, как должен звучать саксофон, потому что саксофонов есть сегодня просто невероятное количество. И Антигуа, Тайвань, и, ну, Ямахи, правда, очень хорошо звучат, довольно-таки неплохо. Но в основном ценится Super Action, либо Марк VI именно вот этот. Значит, фишка в том, что этот, непосредственно вот этот инструмент я взял у одного человека, его зовут Мини Гали, он живет в России, работает у господина Григория Лепса. И так сложилось совершенно случайно. Я искал, я приехал в Москву, искал на Авито, есть такой сайт Авито, может, вы знаете? Да, да, конечно. Вот, там продается все, что можно, все, что движется и не движется. Да, да. И случайно нарываюсь, думаю, смотрю, о, саксофон, цена приемлемая и так далее, звоню, попадаю к его сыну, здравствуйте, меня зовут, так-то вот интересуюсь саксофоном, он говорит, это мой отец, продает, я вот сейчас отвечаю на телефон, потому что папа на гастролях. Я говорю, кто ваш папа? Ну, зовут Мини Гали, хорошо. Че, зачем, почему, где, как? Он говорит, работает у Лепса. Я говорю, о, я хочу это на гастролях, потому что это энергетика, это, ну, и, в принципе, да, это приятно, это история, вот. Кстати, один, вот хочу сказать, за Лепса, ну, потрясающий человек, я считаю, что это просто уникальный голос, и в России, я думаю, уже в мире, наверное, его знают, я, честно говоря, ну, восхищаюсь этим человеком. И мне приятно, что эта дудка когда-то звучала... Рядом с ним. ...про рюмку водки на столе, там, и так далее, и про Натали, и так далее. Ну, на этом саксофоне, на самом деле, как мне сказал Мини Гали, были записаны вот эти композиции. Натали точно рюмку водки не знаю. Натали, это такая хорошая история, это одно из первых его произведений, получается. То есть, ну, саксофон, возраст у него такой уже. Он музыкальный, я думаю, уже наполнен, да, разными ритмами. Ну да, энергетикой. Что ж, мы ждем музыку любви, безусловно. Мы, благодаря вам, уже в нашей студии сегодня смогли немножко ее почувствовать на себе. Да, у нас такой эксклюзив. Еще раз напомним, что уже завтра на главной сцене страны гость из Израиля, музыкант J7, музыка любви, звучание саксофона. Ну, просто одно... Романтического саксофона. Романтического саксофона. Опять же, уточнение, чтобы никто не пришел и не разочаровался. Такое одно большое сплошное удовольствие. Вам большое спасибо. Вам спасибо, что пригласили. Даже очень приятно. Ждем встречи на концерте. Спасибо, до встречи.